Движение на железнодорожном переезде Звонница Прохоровского района, где в пятницу произошло столкновение пассажирского поезда Москва-Белгород с КамАЗом, было полностью восстановлено меньше, чем через сутки. О ликвидации последствий аварии шла речь на расширенном совещании Совета безопасности в Доме правительства области. В нем приняли участие также представители Акционерного общества Российской железной дороги во главе с вице-президентом по инфраструктуре Александром Целько и начальником Юго-Восточной железной дороги Анатолием Володько. По последним данным, при столкновении пострадали 11 человек, четверо госпитализированы. В ликвидации последствий аварии было задействовано около 300 человек и 50 единиц техники. Как было отмечено на совещании, все службы сработали оперативно и качественно. Но, по словам первого заместителя губернатора области Валерия Сергачева, сегодня необходимо усовершенствовать систему предупреждения подобных аварий. Вице-президент по инфраструктуре российских железных дорог Александр Целько озвучил возможные меры по усилению безопасности пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте. В перспективе одним из эффективных решений может стать строительство путепроводных развязок на переездах. Нам просто ни по карману, ни РЖД, ни территориям этот вопрос решить в одночасье. Строительство путепроводных развязок. Но, безусловно, сегодня мы должны вместе с регионами найти, на мой взгляд, одно из самых приемлемых решений. Это фото-видео фиксация. И мы готовы, железнодорожники, сегодня оборудовать переезды системами фото-видео фиксации. Регионы, в свою очередь, должны обеспечить автоматизированную передачу данных о нарушениях на переездах на сервер Центра фиксации правонарушений. Абсолютно правильное предложение. Здесь у нас есть опыт совместной работы хорошей, когда резинокордовым покрытием совместно с РЖД оборудовали наши железнодорожные переезды. И одними из первых в стране эту работу выполнили. Это существенным образом улучшило качество пересечения железнодорожных путей на переезде. То есть сегодня вторым этапом, по всей видимости, нам необходимо совместить усилия по установке камер видеонаблюдения. Кроме того, был поднят вопрос и о назревшей необходимости коренного пересмотра ответственности водителей за нарушение правил пересечения железнодорожных переездов на федеральном уровне. Штраф за это грубейшее нарушение сегодня составляет всего 1000 рублей. По итогам заседания в протокол поручений было занесено предложение к депутатам областной думы уже следующего созыва выйти с инициативой к федеральным коллегам об ужесточении наказания за нарушение правил безопасности при пересечении железнодорожных переездов.